Добрый день, уважаемые зрители телеканала Уллправда ТВ и читатели информационного портала ulpravda.ru. Вы смотрите вашу любимую нескучную информационную рубрику «Пресс-ботва» в студии Антон Картошкин. И сейчас я расскажу вам, на мой взгляд, о наиболее интересных событиях в нашем регионе, которые за прошедшую неделю заметили корреспонденты и обозреватели печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Раздел «Потребитель» Народные газеты сообщает, что уставшие от интернет ульяновцы начали скупать кнопочные телефоны. Только за первое полугодие 2021 года продажи таких звонилок выросли до 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По мнению эксперта информационной и компьютерной безопасности Сергея Вакулина, такой тренд связан у россиян с опасением мошенничества. Кнопочный телефон достаточно трудно прослушивать злоумышленникам, поскольку в нем нет 3G, LTE и так далее. А вот уже по мнению кандидата социологических наук преподавателя МГУ имени Ломоносова Виталия Караева, сегодня набирает популярность цифровой детокс. Многие устают от многочисленных мессенджеров, соцсетей и интернет-серфинга, когда смотрят в экраны бездумно переходят с одного сайта на другой, что выходные предпочитают от всех этих благ цивилизации отказаться, поясняет эксперт. Рубрика «Наука» поведала, что японские ученые заявили о взаимосвязи группы крови человека и его склонности к богатству. Также народка узнала о качествах людей, присущих обладателям каждой из групп крови. Так, по мнению ученых, обладатели первой группы занимают высокие посты и обладают невероятной силой, которая позволяет им успешно руководить другими людьми. Людей, в жилах которых течет кровь второй группы, можно с уверенностью назвать самыми настоящими трудоголиками. Носителей такой группы крови отличает профессионализм и умение правильно распоряжаться своими финансами. Эти люди прекрасно знают, как быстро добиваться карьерных высот и в дальнейшем разбогатеть. Вот прям как с меня писали, у меня как раз вторая группа. Те же, у кого кровь третьей группы, личности творческие, верные, отзывчивые друзья. Это очень свободолюбивые личности. А вот обладатели четвертой группы крови оказались смешанным типом. Это прекрасные руководители, которые имеют творческий потенциал и хорошо развитые коммуникационные навыки. К региональным журналам историко-краеведческий и культурно-просветительский журнал «Мономах» свой четвертый номер посвятил теме леса. «Лес – наше богатство», так считает главный редактор издания Ольга Шипак. И хоть тема, в общем-то, и не новая, на самом деле лес давно нуждается в защите. В результате неоправданных рубок и частых пожаров ежегодно исчезают тысячи гектар лесонасаждений. Журнал рассказывает о музее леса, которое располагается в Старомаинском районе. В нем собраны уникальные экспонаты, фотографии заслуженных лесоводов России, старинные карты лесов, первые документы о создании лесхозов Ульяновской области, награды лесников за многолетнюю службу и многое другое. К другим темам «Предмет любви моей цветы» – так звучит название материала Лилианы Черноваловой, обращенной к ее маме. Нина Ивановна Черновалова – известный российский художник. Она родилась в необычайно творческой музыкальной семье, однако сама с раннего детства тяготела к живописи. Работы Нины Черноваловой пронизаны космической перспективой. Ее любимый жанр – портрет, где каждый герой полотна представляет из себя отдельную планету. Еще одна излюбленная тема художника – это цветы. Цветы – посредники между небом и землей, между богом и человеком. На журнальном вернисаже расположились интереснейшие работы. Подарок в лунную ночь, тюльпаны на столе, ирисы в напольной вазе, гладиолусы, галлардия и другие. Работа с цветами впечатляет своими масштабами в оригинале. Зачастую это метровые полотна и более. К национальным изданиям. Газета «Канаж» делится итогами лотереи среди подписчиков издания на второй полугодие 2021 года. Самый большой приз мультиварку выиграла постоянная читательница из села Кайсарва Цельнинского района Акулина Сергеевна Стрельцова. Ей 98 лет. Она до сих пор без очков читает «Чувашскую газету», каждую пятницу ждет ее, как свою родную. Акулина Сергеевна родилась в 1923 году, во время войны и после победы еще 30 лет работала на «Тракторе». Редакция газеты «От души» поздравляет Акулину Стрельцову, желает ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Я также присоединяюсь к поздравлениям. О пользе ягоды малины на страницах мордовского издания «Илгад» рассказывает главный нештатный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина. Малина – один из самых долгожданных, вкусных и полезных даров лета. Счастливые обладатели садовых участков уже собирают урожай ягод и делают заготовки на зиму. Те, кто покупает малину на городских рынках, также задаются вопросом, как сохранить полезные вещества, ярко-летние ягоды в холодный период. На вопрос, может ли малина быть лекарством, врач однозначно отвечает «Да». Это тот случай, когда ягоды можно есть вместо таблеток. Помимо укрепления иммунитета, малина является отличным патагоном, жаропонижающим средством, поэтому активно применяется для лечения респираторных заболеваний. Малина содержит антиоксиданты, которые защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов и помогают сохранять молодость. Ретинол, аскорбиновая кислота и токоферол укрепляют стенки сосудов и уменьшают риск возникновения инфаркта. К районным изданиям. Заметка Анны Смирновой с песней «Работается веселее» на странице газеты «Родина» Ильича Ульянского района гласит о том, что в жаркую пору уборочной страды дома культуры продолжают организовать выездные выступления агитбригад. Работники культуры Ульяновского района выезжают в поля с концертными номерами, чтобы поддержать сельских тружеников и зарядить их хорошим настроением. Своими песнями тружеников села порадовала вокальная группа «Надежда» Салмановского дома культуры. Артисты организовали концерт на полевом стане во время короткого обеденного перерыва. Своим выступлением они поблагодарили земледельцев за их нелегкий труд и пожелали богатых урожаев и благоприятной погоды. Аграрии благодарили артистов дружными аплодисментами. Колонка обозревателя старомайнских «Известий» Натальи Андреевой рассказывает о Елене Петровне Сахарчук, которая без малого 37 лет проработала штукатуром-маляром и за эти годы внесла свою лепту в строительство различных социальных объектов и жилых домов района. Сахарчук выбрала строительное ремесло делом своей жизни и считает свой выбор счастливым, ведь созидательный труд строителей оставляет на долгие годы следы на земле. Насколько нелегок труд строителя, пожалуй, много говорить не стоит, отмечает собеседница старомайнских «Известий». Достаточно отметить, что эта физически тяжелая работа по два ведра с раствором приходилось поднимать на второй этаж или третий. Женщиностроители наравне с мужчинами выполняли все виды работ и делали это качественно и в срок. Более трех десятков лет трудоемкого, совсем не женского труда, рабочим инструментом Елены Петровны Сахарчук были мастерок, лопаты и носилки. Есть среди нас люди, которые довольно трудно представить в другой роли. Про таких говорят, как говорится на своем месте. К их числу относится и Елена Петровна Сахарчук. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Обозреватель Александр Агапов сообщает о старте федерального проекта в Ульяновске «Герой с нашего двора». Цель такого проекта – рассказать о талантливых детях нашего города, которые добились значительных успехов в учебе и спорте. Ульяновская легкоатлетка Полина Туманина очень счастлива оказаться на билборде в центре города. Конечно, для меня непривычно быть ориентиром для молодежи осознаю какая-то ответственность. «Свое будущее я связываю со спортом», отметила Полина. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю.